добрый день все мои дорогие девчонки мы уже на кухне в германии на королишкиной кухне я два дня как приехала позавчера еще приехала вчера у меня вообще не было времени вам заснять потому что вы сами понимаете только приехала девчата так я рада что мои ребята меня так тепло встретили так по-семейному все посидели поговорили сейчас делаю себе кофе как всегда я выхожу перед вами с кофе как по-доброму так по-семейному я спокойно я за моих внуков спокойно потому что рядом с ними настоящий папа рядом с ними дурин который я который заменит им всех я не могу о них заботиться или быть рядом с ними а он всегда спасибо богу спасибо что день он есть в жизни моей жизни и девчата сейчас я только налью молока ходила вчера на кладбище прямо с утра взяла велик дурин еще спал а мне не терпелось по быстрее поехать на кладбище я так вот нуждалась в этом я так туда меня так туда тянуло я не была 7 месяцев тут больше чем полгода и это очень тяжело очень тяжело что она далеко от меня правильно там есть женечка из моего города она тоже еще моложе сына похоронила тоже от этой болячки и она говорит марина моё и хотя бы счастье что он рядышком я когда хочу расплакаться я прихожу и долго сижу на могиле муж рядышком тоже похоронен и говорит мужу ставлю ему его мелодию как хочется жить по моему максиму читаю его стихи максим очень хороший парень был программист по моему и хорошие деньги зарабатывал жил кишиневе но это болячка его тоже не пощадила тридцать чем-то лет и парень земли он писал стихи и агрид я хотя бы могу сесть на троллейбус и приехать и там поплакать побыть ими вот мне тут тяжело но я так спокойно девочки с другой стороны спасибо богу такое большое горе такое большое горе но она тут и мюнхене и дурин так ухаживает такой красивый памятник и у нее вся могила в живых цветах букетик у букетик вот все сердце сделано фиолетовыми девчата анютины глазки по моему они выдерживают вот эту температуру по моему все в цвету фиолетовая вот такая вот каёмка сделано и внутри желтый все вот огромные цветы тут же дожди почти в каждый день и постоянно горит большая свеча у нее огонь больше чем полтора года никогда не погас никогда дурин за этим следит и я ему очень благодарна я далеко но есть дурин который и которая делает даже больше чем можем мы женщина я бы так бы не смогла и могилу так украшать и так ухаживать я бы не смогла на мои деньги молдавский а он эти цветы пересаживает два или три раза в год за лето весной летом и осенью по моему так опять все свежие цветы всего такие вот платит там есть люди которые за ними ухаживает но в каждый раз когда они приходят там рядышком вода прямо напротив королевшки кран стоит чан вот такой вот и лейки вот эти поливалки скамеечка деревянная прямо напротив ее могилу и каждый берет черпает вот эту лейку пластмассовую большую и поливаем все вот эти вот цветочки и и еще вот на могилу вот квадрат такой сделан из зелени которая это зелень круглый год она зеленая вот так вот девчата я засняла сделала фотографию с могилой с памятником я хотела чтобы вы увидели вот эту красоту да у нас горе да но вы знаете я не могу решиться еще на такое я не могу решиться еще дурин мне сказал марин если ты себе сделаешь фотографию с кладбище ты будешь плакать круглосуточно ты будешь только открывать телефон и опять будешь рыдать лучше этого не делать я пока не готова это ставить видео чтобы опять не возвращаться вот к этому мы очень тяжело переносим эту потерю мы очень тяжело как говорят люди да вы посмотрите сколько горе вокруг да я каждому каждого поддерживаю я знаю я знаю что таких как я очень очень много вы обратите внимание как умирает молодежь и я каждую маму я и сочувствую я знаю что она то же самое переносит как и я только я могу выйти и высказаться и побыть с вами и вы знаете когда я снимаю я чувствую ваше тепло я чувствую ваше присутствие я чувствую вашу поддержку и мне становится легче а те матеря которые закрыты сами в доме есть многие у которых больше никого нет я себе представляю они просто умирает от горе а немедленно убирают девчата что я еще хотела сказать я ездила снимала вам в румынии и вы знаете что у меня розовые очки вы знаете что я из каждого вот из каждой мелочи раздуваю розовую сказку ну я такая я я приезжаю из маленького города у нас население сто сорок тысяч конечно есть магазины конечно есть брендовые магазины но так как у меня дороги не такие до таких больших магазинов нету такой красоты нету и куда бы я не приезжала будьте уверены если бы я приехала в любое место я всегда буду говорить только позитивно я всегда из всего ищу только то что меня радует я радуюсь как ребенок у меня столько горе что я я вообще такая по жизни что у меня розовые очки я радуюсь каждой мелочи такая королиша была поэтому она такая сильная поэтому она и так перенесла всю вот эту вот болезнь как оловянный солдатик она мужественно это все и никому вот эту вот свою боль и свое горе она не выдавала через экран она показывала только улыбку и добро мы такие мы такие и не обижайтесь что я хвалю какую-то вот части и там земного шара какую-то страну я любой стране я к любому месту там где чисто ухожено там где люди хорошие хозяева добротные я везде буду вот так же восхвалять я точно так же буду восхвалять любой уголочек земного шара просто я где бываю там я восхищаюсь и с вами делюсь если может быть документальных фильмах показывает не знаю не знаю я показываю реальную жизнь я иду по дороге и снимаю и так благодарна вам когда вы меня поддерживаете в моем вот в этот труд что я вкладываю снимать монтировать девчата вы не представляете вы для меня стали одной большой семьей вот я пришла на кладбище королишки я там сидела два часа девчата я так рыдала я имела счастье что там никого вокруг не было я рыдала в голос я не знала как как мне хотелось влечь и обнять могилу честное слово я передала все ваши вот все ваши поклоны я поклонилась я про каждой которую я помню я про каждое рассказала я сказала чтобы она лежала спокойно что с детьми все хорошо турин за ними смотрит все порядочно все по порядочному девчата и вы знаете я не могла туда уходить я просто не могла такое впечатление что она мне не давала уходить я раз не знаю раз пять-шесть я поворачивалась говорила пока королеша я уже ухожу и вот меня бог разворачивает обратно я опять сажусь и опять не разговариваю я очень сильно скучала очень даже когда а когда я там сидела я не знаю может быть я строю иллюзии может быть я вот я уже схожу с ума может быть прилетела вот такая вот не оса он как он называет шмель и нет оса 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 потому что она на этих цветочках она видимо опыляла цветочки она видимо кушала вот это вот прямо посерединке там где сладенькая вот это нектар вот это оса но такая большая она садилась и и питалась вот этим нектаром и все кружила все кружила вокруг как в прошлый раз тогда бабочка вот она вот сколько и там сидела столько она вокруг могилы кружила вокруг меня и и вот и строю себе иллюзии я думаю что это моя девочка вот она так со мной здоровается вот она так меня встретила могу когда уже уходила взяла велик уже развернулась и там идет так метров пятьдесят и так метров пятьдесят и калитка и и я раз десять и остановилась вот иду спиной раз действие остановилась вот она меня звала обратно я остановилась и все смотрела и у глазки вот так вот меня искали между макилами с памятника и улыбаются я вот так уже свернула и между памятниками тоже искала вот ее личка и где вот просвет был между памятниками что я ее глаза видела они мне улыбались вот такой у нас горе и такое горе наверно процентов 30 земного шара людей земного шара вот такая жизнь у нас если на звук оставил на этой земле чтобы мы как-то жили жили значит достойно надо нести вот свой крест достойно и достойно чтить память тех которых нет уже с нами конечно это большая трагедия это очень большая трагедия не девчата нету ничего более ценного чем жизнь нету ничего более ценное чем жизнь своего ребенка и и это как-то неправильно это вот неправильно что родители должны их родить детей это очень неправильно но вот так бог распорядился забирает хороших вот к сожалению бог тоже любит хороших и забирает хороших кого не слышу вот из тех молодых которые уже нету с нами все были какие-то очень хорошие можно сказать идеальные вот так девчата что я хотела еще сказать вчера сделала моим ребятам жаркое жаркое это картошка с мясом и я в жаркое не добавляю томат в конце томатный соус соус вот этот именно томатный сок а ребята любят с томатом в конце и я вот это вот еще мне турин говорит валя открыла говорит вот в жаркое это ее фишка у них есть колбаски румынская колбаса и есть румынский магазин и дуриен ходит туда покупает продукты из такие тоненькие колбаски полукопченые такие и он говорит вот одну такую колбаску возьми нарежу такими вот кружочками и поджарь чуть-чуть чуть-чуть разогрей на сковородке и я туда еще добавила вот этот вот томатный сок густой такой и потушила вот эту колбасу и минут за 15 за 20 добавила вот в туда в то жаркое и девчата они любят с привкусом копчености и голубцы у них туда копчености ставят хоть и ребрышки копченые колбаса копченая любую копченость чтобы все вот это они любят с копченостями так это было вкусно мои ребята так так мне приятно когда они стоят из-за стола и говорят ой спасибо большое когда я им накладываю пробует и говорят ой как вкусно вот не много не надо и любой маме много нам не надо нам нужна вот вот эти вот эти счастливые глаза нам нужно своих близких вот эти вот мы хотим их удивить мы хотим им сделать приятное и когда видишь вот эти вот благодарность мы на следующий день еще больше стараемся сегодня у меня вот я сейчас буду готовить чербу румынскую и никогда ее не готовила я видела как готовит валя я видела как готовит каравина у нас борщи у нас я по-советски и у нас борщи всякие супы борщи а а чорба она в чербу идут больше ингредиентов там очень много всего зелени и вот эти вот корни всякие и там она немножко сложнее делается но не овале сказала я видела как делать я буду сегодня стараться что моим ребятам это понравилось я буду стараться девчата тут так красиво вчера вот и сижу и смотрю из своего окна и у соседей горят вот такие вот ночники лампы ночные я вам сейчас поставлю и у вы увидите эту красоту хотя дождь шел вот этот вот фонарик у окна вы скажете что везде есть такие фонари да я знаю везде такая красота больше красоты чем мы где-то там больше чем у меня во всяком случае в моем городе я восхищаюсь я вот в каждом даже в этом фонарике я с ним вчера почти разговаривала смотрела на него как он как дождь идет и как он не светит я из окна вот за этим наблюдаю вот радуйтесь мелочам когда вы будете радоваться мелочам вы легче будете переносить свое какое-то вот горе девчата ну что я вам сейчас поставлю вот этих фонариков увидите и поставлю королишкину клумбу стала вот час вот с утра вышла на улицу опять дождик был и вообще все эти две недели дождливая погода но тут так чуть-чуть поморосила и опять солнышко выходит или ливневых дождей я встречала но редко когда я приезжаю вот какие-то дождики мелкие что это легко перри пережить такие дождики но зато тут трава всегда зеленая у нас молдавии у нас сухо то есть дожди то целый месяц нету дожди или две недели и вот надо обязательно что-то поливать а тут каждый день почти идет какой-то дождик может для людей хуже но для природы это очень хорошо природа тут красивая сейчас вам поставлю королишкину клумбу вы помните с короли с и дурином они ходили и покупали вот эти вот как они называются девчата я забываю все название цветов хотя и цветы очень люблю забываю не это вот ну не у нее не запоминается мне эти название цветов вы сейчас увидите она не шик у других там такое это самое такое такие дизайнерские работы просто клумбочка с цветочками они меня радует я вышла на улице и они со мной поздоровались я говорю доброе утро мои цветочки как хорошо королешка своими руками их посадили посадила и они по весне выходит и радует нас и это каждая вот такая мелочь напоминает нам о нашей девочке о нашей вот птички она как птичка певчая была и в голосок и и и сама худенькая маленькая легкая во всех отношениях и добрая девчата радуемся и я уже говорю вам пока пока и поставлю вам два кусочка вот эти вот вот этой немецкой жизни пока пока девчата я вас всех люблю и обожаю хочу заснять королишкину поляночку вот ее кресло где она сидела снимала видео и нас радовало вот мой велик на котором я добираюсь до кладбища тут пять минут на велике и я еще могу это спортивный велик вот он и я в любое время туда обратно еще могу вот королишкина клумба помните она покупала с дуринами сажала вот эти вот как они называются как они я забыла я все забываю вот все в цвету все такое вот красивенькая зелененькая дерево и и сейчас распустится она говорила груша это яблоня и вот так девчонки королишкина терраса сейчас грустно без нее но слава богу что ребята дружные вот мой велик между прочим у меня второй разряд юношеский по велоспорту когда была студенткой четыре года занималась велоспортом мотала километры иногда даже 30 километров и в гору и вниз поэтому бабушка наверное такая активная до сих пор девчата а на улице дождь но мне так захотелось вот вам заснять этот светильник как красиво у меня с окна вот это вот все видно и напротив у наших соседей хочу вам заснять вот какие красивые светильники только сделаю чуть больше обратите внимание какая красота вот эти светильники я уверена что они заряжаются от солнечной батареи и вот они так красиво освещает вот этот двор если вы видите это как будто горит горят огоньки и они вы знаете оранжевого цвета такие такая прелесть просто на улице темно и не так передается через камеру как люди все же таки любят свои дома просто молодцы просто молодцы у меня такое красивое зрелище с окна и вот этот вот светильник вот этот ой смотрите на улице дождь вот идет дождь пасмурная погода но насколько вот это вот и вот эта красота меня радует